Всем привет из Киева, столица Украины. С вами Виктор Фурсу и сегодня сериал из жизни шершней. Мы видим, что наши шершни живут хорошо. Если вам интересно, как продолжается их жизнь, оставайтесь с нами и следуйте за нами в этом видео. Итак, мы видим, что у нас тут четыре самочки сидит и множество коконов. И сейчас мы их покормим, дадим им капельку меда, почему бы и нет, и посмотрим за их реакцией. Хотя она может быть не такая активная, может быть, но все-таки посмотрим насколько им понравится медок. Видим, что они сразу же реагируют. Я намажу на шапочку кокона, он довольно плотный, у них есть повод все слезать, почистить как раз. Мы приблизим их к зуму. Посмотрим, как они у нас питаются. Так что у нас будет сегодня коротенький ролик под названием кормление шершни. Шершни набросились на мед. Я уже говорил, это у нас молодые шершни, молодые, не облетанные, но это хорошо. Пусть себя поспокойнее ведут. Шерстка у них хорошая, чистая и как собачки пушистые, как такие щенята. Голова пушистая, грудка пушистая и при приближении пушок этот на голове и груди хорошо различим. Когда только вылупились, он был даже совсем серебристый, такой еще как бы вспотевший в более старых особей. Все эти щетинки, волоски вытертые, шершни становятся совершенно гладеньким. А вот видимо у молодых, более пушистая такая голова и пушистая грудка. При кормлении активно используют свои мандибулы верхней челюсти, язычок, да и все хорошенько слизывают. Шершни у нас видим не маленькие, в кадре помещаются. Попытаюсь, мы приблизили голову как могу, чтобы приблизить, посмотреть как ее крупным планом рассмотреть. Тем более, что она такая довольно таки яркая и симпатичная. Я специально лампы подсвечиваю. Здесь сверху не накрыта крышкой, крышка частично накрытая. Шершни нам видны в открытую, поэтому надо быть очень осторожненьким. Будем надеяться, что они не будут выявлять ее лишней своей активности. Но они все равно ее по возможности даже хотят спрятаться. Да и даже не есть от козы. Еще осталось довольно много меда. Подкормились, вышли и давай чиститься. Почистить голову, мандибулы, лапками прочистить мандибулы, щупики почистить. Или друг с другом еще и пообщаться. С правой стороны, как они тут весело общаются друг с другом, вытягивают голову. Основное средство общения это у них усики, в которых находится масса рецепторов. Сенсил передают сигналы, поэтому усиками главное поговорить. Конечно же, глаза распознают, а усики химические вещества распознают. Что-то так они быстро закончили, надо им подразнить их еще капелькой меда. Хотя, видимо, на этом их интерес уже практически закончился. Каждый съел по капельке меда и больше не хочет. Ну, конечно, если уж вы так просите, то можно еще хоть кормиться. Здесь вот такая большая капля. Так, уж и вы. Нет, кое-то из них хочет, а кое-то уже и найдется. Одной капельки хватило вполне достаточно для кормления. А этот вот, пожалуйста, орудует своим язычком, лопаточкой подлизывает. Капелька, ну, тоже не от пуза. Пузо неразмерное. Немножко лизнуло, хватит. Вот такое сегодня кормление шешней. Если вам было интересно, оставайтесь с нами, подписывайтесь, чтобы не пропустить продолжение сериала «Жизнь шешней на соте». Будем с ними общаться, будем их подкармливать, будем кормить их почти что из соски, пипеточки, может быть. Посмотрим, как они активнее себя будут вести. А пока что они уже решили поспать. Отправились в полусонное состояние. Ну, может быть, еще обогревают сот, чтобы вывести своих сородичей. А оставшиеся личинки при возможности еще сделают свои коконы. Мы наблюдали утром, как плели коконы. Может быть, не все будут себя плохо чувствовать, а будут плести коконы. Вот некоторые, я вижу, могут и погибнуть. Ну, думаю, что кое-кто их вплетет коконы. Мы будем показывать, как личинки плетут коконы. Очень забавное, интересное зрелище. Вот сейчас мы наблюдаем за ним. Вот здесь как раз одна личинка, а над ней шапочка. Там тоже личинка, которая сплела кокон и просвечивается через него. Уже практически очень густой кокон. И личинки почти не видно. Белая такая просвечивает. И скоро произойдет процесс метаморфоза. И личинка превратится в коколку, которая созреет. И из нее выйдет уже взрослая шершень. Вот такой сегодняшний обзор. Кратенькие кормления. Оставайтесь с нами. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Продолжение следует. Пока-пока. С вами был Виктор Фурсов. И шешня. Жизнь шешня в гнезде. Пока-пока. До новых встреч.